Здравствуйте! Сегодня вторник, а значит настало время задать свой вопрос юристу. В студии Екатерина Грициенко и генеральный директор компании Юроктив Роман Госяк. Роман, здравствуйте! Здравствуйте, Екатерина! Судя по письмам, которые приходят на электронный адрес нашей программы и в группу вашей компании, телезрители очень волнуют жилищный вопрос. Я предлагаю сегодня ему и посвятить выпуск и начать с одного из таких писем. Нас затопили соседи сверху. Сначала извинились и пообещали помочь с ремонтом. Однако после заявили, что не считают себя виноватым и отказались компенсировать стоимость ремонта. Что делать? Если квартира или имущество в квартире пострадали в результате залития, то первым делом необходимо обратиться в управляющую компанию или же ТСЖ с целью составить соответствующий акт. В этом акте необходимо зафиксировать все последствия такого затопления, а также перечислить имущество, которому причинен вред, что позволит в последующем возместить стоимость этого причиненного вреда. После того, как акт составлен, в самом акте может быть указано также и предположительно виновное лицо, в результате действий которого и причинен вред вашему имуществу. Впоследствии необходимо подготовить претензию, обратиться к этому виновному лицу для урегулирования спора в досудебном порядке. Если спор не решается в досудебном порядке, необходимо заказать оценку последствий устранения этого залития, а также стоимость поврежденного имущества и уже со ссылкой на данное экспертное заключение обратиться в суд с целью взыскания стоимости причиненного вреда. То есть на слово верить не стоит. Сразу же вызываем управляющую компанию и, наверное, идем к соседям? Первым делом, конечно, можно сходить к соседям. То есть, как правило, такие споры все-таки решаются мирным путем. Соседи идут друг к другу на уступки. Но если не получилось, если, как в данном случае, соседи отказываются компенсировать, то только акт, экспертиза и суд. Роман, давайте послушаем следующее письмо. Житель соседней квартиры курит так, что в моей комнате нечем дышать. Дом старый, возможно, стены пропускают дым. Что мне делать? В соответствии с федеральным законом об охране здоровья граждан от табачного дыма, значит, в данном случае этим законом предусмотрен запрет на курение в общественных местах. В том числе такими общественными местами признаются лестничные клетки, подъезды, иное общее имущество многоквартирного дома. Но в данном случае ситуация осложняется тем, что, я так понимаю, сосед курит у себя дома. В своей квартире? Да, курит у себя дома. И тем не менее, со ссылкой на этот же федеральный закон можно требовать устранения и нарушения своих прав, поскольку этим же законом предусмотрено право граждан на благоприятную сферу жизнедеятельности. А в данном случае, если все-таки запахи проникают, они мешают, скажем так, нормальной жизнедеятельности, необходимо фиксировать данные случаи и обращаться к соседу. Сначала пробовать самостоятельно, затем с привлечением, скажем так, сотрудников полиции. Ну и если уже совсем не получается, то тогда обращаться в суд, чтобы сосед не допускал нарушения ваших прав. А каким образом фиксировать вот этот запах? Ну вот этот момент, он никак не оговорен, то есть нужно будет подумать самостоятельно, возможно, с привлечением каких-то третьих лиц, возможно, с привлечением каких-то организаций, которые смогут технически помочь в этом случае. Но я говорю, что это все-таки жилое помещение, сосед курит у себя дома, поэтому не так просто будет, скажем так, доказать его вину. Давайте послушаем следующий вопрос. Шумят соседи и не дают спать по ночам. Можно ли их призвать к ответственности? Ну вот как наладить взаимоотношения с соседями с юридической точки зрения? Нарушение режима тишины ночью – это, безусловно, нарушение ваших прав. В данном случае необходимо свои права защищать. В таком случае необходимо вызвать сотрудников полиции, зафиксировать этот факт. Сотрудники полиции составят протокол об административном правонарушении. И на основании этого протокола впоследствии вы вправе требовать от нарушающего ваши права соседа, в том числе компенсацию морального вреда. Ну а если, скажем так, данные факты систематически происходят, что не позволяют вам высыпаться, не позволяют вам нормально себя чувствовать, нарушают ваш нормальный режим сна, то впоследствии можно обратиться и в различные структуры для того, чтобы они обеспечили защиту ваших прав. А если вызвать полицию, а соседи не откроют просто дверь? Такие случаи бывают. В данном случае, конечно же, не только сложно установить сам факт и зафиксировать, то есть составить протокол, действительно соседи могут не открыть дверь. Но и в домах очень сложно определить, откуда идет шум. То есть могут соседи ссылаться на одну квартиру, а шум может происходить в другой. Но нужно настаивать, чтобы все-таки прибывшие сотрудники полиции установили этот шум, если он еще не прошел, и зафиксировали. Следующий вопрос от наших телезрителей. Могу ли я продать долю в квартире без согласия остальных собственников? Да, это возможно, но первым делом, поскольку другие собственники имеют преимущественное право приобретения вашей доли, необходимо обратиться к ним с письменным уведомлением о том, что вы намереваетесь продать свою долю. В этом уведомлении необходимо указать предполагаемую стоимость продажи квартиры, а также иные существенные условия, по которым вы бы хотели свою долю реализовать. Другие участники долевой собственности имеют преимущественного права выкупа и должны отреагировать на ваше заявление в течение месяца. Если же они ответили отказом или же не ответили в течение месяца, то вы смело можете продавать свою долю третьим лицам. Если же все-таки со-собственники заинтересованы в приобретении доли, а таких несколько, то они имеют право на приобретение продаваемой доли пропорционально своим имеющимся долям. То есть ждать месяц, уведомление отправлять заказным письмом? Да, заказным письмом и месяц с того момента, когда такое уведомление получено было остальными со-собственниками. Необходимо отметить, что если данный порядок нарушен, то такие со-собственники имеют право на защиту своих прав и вправе требовать в судебном порядке перевода прав и обязанностей по договору купли-продажи. Это означает то, что если вы нарушили порядок продажи третьему лицу, то со-собственник вправе обратиться в суд и потребовать перевода прав на себя по этому договору купли-продажи. Необходимо отметить, что срок для обращения в суд составляет 3 месяца с того момента, когда эти со-собственники узнали или должны были узнать о нарушении своих прав. То есть, допустим, квартиру продали, долю продали, проходит какое-то время, и со-собственники просят ее купить за ту же сумму, либо же каким-то другим образом они будут получать? Ну вот, произошла ситуация, что один из собственников продал свою долю. Вселяется новый со-собственник. То есть, другие узнают об этом, обращаются в органы Росреестра, запрашивают выписку, узнают, что новый со-собственник у них появился и вправе обращаться в суд, если действительно их не извещали надлежащим образом, вправе обращаться в суд и требовать, чтобы по договору купли-продажи уже эта доля была переведена на них или на него, если такой собственник один. Ну то есть, достаточно проблематичная ситуация может возникнуть? Да, в целом нет. Можно восстановить такие права чуть в судебном порядке. Моя бабушка хочет подарить мне квартиру. Кто составляет дарственную и нужно ли ее регистрировать? Собственники вправе распорядиться своим имуществом, в том числе недвижимым имуществом, как-то продать, подарить. В данном случае необходимо, чтобы бабушка составила ну или другая сторона, составили простой письменный договор, договор дарения. Простой письменный означает, что он не требует нотариального удостоверения. После того, как договор будет составлен, подписан, его необходимо передать на регистрацию в управление Росреестра. При этом необходимо отметить, что регистрация осуществляется не с самого договора, а с перехода прав на недвижимое имущество. После того, как регистрация пройдет, вы получите свидетельство, как одаряемый на подаренную вам квартиру. Как правило, в таких ситуациях зачастую даритель, то есть в данном случае бабушка, предусматривает свое право проживания в этой квартире. Это также предусмотрено законодательством и возможно, чтобы в договоре было предусмотрено. Роман, следующий вопрос такой. Планируется новый расчет налога за квартиру. Как узнать его размер и можно ли пересмотреть при несогласии с ним? Первым делом необходимо заказать справку о кадастровой стоимости. Для этого необходимо знать кадастровый номер объекта и его адрес, при себе иметь паспорт. В выданной кадастровой справке будут идентификационные данные на объект и в том числе будет содержаться последняя актуальная кадастровая стоимость вашего объекта по последней кадастровой оценке. Если вы не согласны с указанным размером кадастровой оценки и это нарушает ваши права, в частности на оплату налога, вы вправе обратиться с целью пересмотра этой кадастровой стоимости, а именно об установлении рыночной стоимости в отношении этого объекта. Для этих целей необходимо заказать отчет о рыночной стоимости объекта, обратиться в комиссию, приложив ряд необходимых документов, и комиссия ваше заявление рассмотрит. Но если комиссия отказала вам в удовлетворении ваших прав, также можно обратиться в суд и испарить уже результаты комиссии. Необходимо отметить, что в данном случае нужно будет просчитать все затраты, поскольку отчет стоит денежных средств, какие-то иные документы. Скажем так, будет ли это стоить того, чтобы снизить размер кадастровой стоимости и впоследствии на какую сумму уменьшивается у вас налог, для того чтобы просчитать свои расходы. Еще один достаточно каверзный вопрос, актуальный, злободневный. Как призвать к ответственному исполнению своих обязанностей управляющую компанию? Вы знаете, я еще ни одного вопроса не слышал, как поблагодарить управляющую компанию. Видимо, управляющая компания — это некая такая организация, на которую все хотят пожаловаться. Значит, порядок действий следующий. То есть пожаловаться можно на такие действия управляющей компании, как неоказание надлежащим образом услуг, не полный объем оказания услуг, скажем так, неправильные расчеты, выставленные для оплаты. А куда жаловаться? Значит, жаловаться необходимо. Первым делом необходимо обратиться в саму управляющую компанию. Обращаться нужно только письменно, для того чтобы фиксировать факт. И также можно обжаловать действия, либо бездействия управляющей компании в такие структуры, как государственную жилищную инспекцию, прокуратуру и, конечно же, суд. Письменные претензии? Письменные претензии и заявления. Как выписать зарегистрированное лицо из квартиры? В данном случае под термином «выписать» понимается снятие с регистрационного учета лица, который утратил право пользования квартирой и его выселение. Значит, необходимо обратиться с соответствующим иском, с иском о признании утратившим право пользования жилым помещением. В том случае, если это лицо проживает в этой квартире, необходимо также заявить требование о его выселении. Если такое требование будет заявлено, к участию в деле привлекается прокурор. Что касается вопроса о снятии с регистрационного учета, то, как правило, такие иски и такие требования возникают к бывшим членам семьи. Или же, допустим, лицо приобрело квартиру, а в ней оказались зарегистрированные лица. Такое тоже бывает. Данные иски подаются к таким категориям лиц. Необходимо отметить, что под членами семьи понимаются супруги, дети и родители. В некоторых случаях могут быть признаны членами семьи и другие категории родственников. И суд будет давать оценку, является ли он родственником и не утратил ли он право пользования данным жилым помещением. Со стороны ИСЦА необходимо доказывать, что лицо действительно утратило право пользования данным жилым помещением в силу каких-то обстоятельств. Указывать, что не ведется совместное хозяйство, не оплачиваются коммунальные платежи. И в таком случае суд будет давать оценку таким сайтистам. Роман, ну и последнее на сегодня письмо от наших телезрителей. Как получить жилищный сертификат? Государственный жилищный сертификат – это именное свидетельство, удоставляющее право получения денежных средств из федерального бюджета. Федеральной программой жилье предусмотрено право отдельных категорий граждан на получение государственных жилищных сертификатов. Изготовление государственных жилищных сертификатов и их выдача регламентируется соответствующим постановлением правительства Российской Федерации. Необходимо отметить, что государственный жилищный сертификат предоставляется всего лишь один раз и не подлежит передачи третьим лицам. Что ж, Роман, я вновь благодарю вас за интересную беседу и очень полезную информацию. Спасибо. В нашей студии был генеральный директор компании «Юроктив» Роман Госяк. А я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова